У нас сессии ОКЧП по проектам северо-западного федерального облака на Питерском экономическом городе. В 2017 году Стольбанково проводило то, что он будет реализован в здоровье через решение облако-сессии. И уже в июне на Питерском городе они рассматривали проекты и даже подписывали соглашение уже о финансированном проектах. То есть они только начали сразу с местных коллег начали такие решения реализовывать. Наступление Виктора Викторовича можно найти и на YouTube, и я вчера сама такой смотрела, да? Нет, подождите, подождите, мне очень интересно, чтобы вы сказали о комнате других регионов, в которых уже за прошлый год этот проект был профинансирован, нашим коллегам интересна практика. в первую очередь, что нам нужно сделать, чтобы все происходило. Пожалуйста, приветствую, Виктор Юрьевич Афоник, член коммунии Павла Сперман, начальник Центра ВИЧП. Так, все правильно, я Афоник Викторович, я занимаюсь в Центре ВИЧП и Сперман, и я занимаюсь в парке за ВИЧП в целом. Знаете, про Сперман можно много рассказывать, но я очень уникдорно, когда собакировая пенсионер, который стыкивает в отделение Сперман, и смотрит, что окошки все открыты, сотрудники на месте. Вы же не слышали окошки? В очереди, в очереди, в окошке нет, и она стояла, на двери открыты. Ну что ж, пойду на почту, врубаться. И вот, это такой, действительно, анекдот, но индустрирует то, что сегодня Сперман сильно-сильно меняется, и в этом смысле поворачивается к рынку лицов, поворачивается клиентам лицов, все больше смотрят и на те потребности, которые существуют, как они формируются, из чего они создают, что они всегда собираются. Тема ПЧП – это, как раз, одна из таких тем, которая в Сперман очень долго времени развивалась. У меня присутствовало в сервере каких-то мега-проектов, очень крупных мега-проектов. И уже, вот, в районе 16-го года, 17-го года меня пригласили в Сперман. Я, собственно, не банкир. Я до прихода в Сперман, работал в администрации Санкт-Петербурга и там реализовывал проекты ПЧП. Чуть позже, в водоканале Санкт-Петербурга, финансами и привлечением финансированием на структуру создания объекта в водосношении водозвлений. Поэтому, как банкир, вы, наверное, меня не смотрите. Я пришел в Спербанк с тем, чтобы создать там региональное КЧП и сформировать, как я думаю, позицию Спербанка на дороге КЧП. О чем мы сегодня будем говорить? Мы в первой части, я постараюсь сделать очень небольшое описание этого рынка, как я его вижу, как я его чувствую. Я не буду забираться в глубоких деталях, но скажу, наверное, от каких-то элементов, которые мне кажутся сегодня естественными и явно будут развиваться, чтобы знали, к чему вообще готовиться. Во второй части я позволил себе такой небольшой вид вес. что такое концессии, чего они, как вообще это все произошло. И позже мы рассмотрим, я расскажу о тех коробочных, называемых коробочных решений, которые для банки наложили в рейл, и что они все так называют. Чего сегодня не будет? Ну, я не буду вам продавать, что называется, эти сделки. Я бы хотел, чтобы это были не продажи, а чтобы у вас сложилось больше систематизированности, знания, которые уже есть, наверное, в отношении привлечения инвестиций или те, то понимание, как работает КЧП, что это не так сложно. Только на первый взгляд, вам кажется, действительно, сделки достаточно сложными. А по факту, учитывая, ну... Так, давайте сначала действительно посмотрим на то, как сегодня рынок выглядит. Это свежие данные. Нам центр КЧП предоставил буквально состояние на 1 месяц, то есть они сильно, которые они собирают. Всего принято решение о реализации более 3700 проектов по всей стране. То есть реально КЧП в конце все шагают по стране. Это, кстати, не только концессии, это и КЧП проекты, и квази КЧП, которые реализуются в зарегистрированной системе. На сегодняшний день проектов уже очень много. Это для вашего понимания. Практика достаточно большая. При этом по количеству проектов больше всего их в коммунальной сфере, но по деньгам больше всего именно в транспортной сфере. И это соотношение мы увидим еще на несколько других сферах. Что важно отметить, это развитие проекта по уровням принятия решений муниципальные, субъектовые, региональные. Действительно очень много денег вкладывается в проекты, в мегапроекты на федеральном уровне. И за 2018 год таких было аж 4 миллиона суммы, порядка 400 с лишним, 450 миллионов. То есть огромные суммы, которые выползают прямо сейчас и ровно на рынок вышли. Что касается, больше всего проекта реализуется на муниципальном уровне, поскольку это полномочия муниципалитета по реконструкции, по содержанию систем ЖГХ. И региональный уровень. Здесь, если вы посчитаете, то средний чек проекта порядка 3 миллионов рублей. Как правило, это как раз сфера здравоохранения, социального обеспечения и так далее. На уровне муниципальном я считал где-то в районе 17 миллионов, получается, чек. Но по нашему опыту и средний уровень проекта муниципального уровня это 300-400 миллионов рублей, предстоя из тех потребностей, которые у них есть. Федеральный уровень, ну там зашкаливает суммы, 20-ти выше миллиардов рублей. Северный широтный ход в прошлом году принято решение было реализации железнодороги в Северном ходе Ямала в местном оконном области, это 190-170 миллиардов рублей. Строительство железнодороги в Казылку равено, ну там, за 200 миллиардов рублей. Все-таки это мегапроект, о котором мы сегодня точно не будем говорить. И центр КЧП, кроме того, собирает как раз вот статистику относительно того, какие есть инициативы, сколько проекты планируются в реализации. Не факт, что все они будут реализованы, не факт, что они все появятся в системе реализованные проекты, но, тем не менее, пожелания у регионов довольно большие. И здесь вот они отметили более тысячи проектов, которые, собственно говоря, в качестве КЧП инициативы сегодня представлены. Очень интересная тенденция посмотреть именно по тому, что, наконец-то, проекты регионального уровня, не мере проекта, а проекты регионального уровня начали купить заемные средства. То есть это не средства государства, не частности, и не капитальные положения, вернее так, не эго-финансирование, а именно нуждовой финансирование. Это достаточно важно, потому что на сегодняшний день практика показывает, что собственные средства частники вкладывать не хотят. Если они видят возможность привлечь заемный капитал в проект без внешнего какого-то обеспечения, то тогда они готовы реализовывать проекты, привлекая к финансированию банков. И эта тенденция последних двух-трех лет очень активно усиливается. Ну и вот я смотрю, что даже боится действительно хорошо видно, что, примерно, что большинство проектов реализуются как раз в сфере от 500 миллионов до 3 миллионов рублей. Это как раз региональные сделки и муниципальные, когда попадают в этот сектор. При этом, с точки зрения объема инвестиций, ну, ключевой и деньги, по-прежнему, заемные привлекаются именно в мегапроекте, и большинство банков, сконцентрированные на мегапроекте не все входят в региональный рынок. По сферам финансирования. Ну, здесь у нас транспортная лидирует, коммунальная, энергетическая на втором месте по привлечению средств. И очень сильно подтянула за последние два года именно социальная сфера. Здесь это, прежде всего, строительство объектов образования, это спортивные объекты, объекты географии и тому подобное. Поэтому вот она стала открытой. Новая тенденция – это IT-инфраструктура. Не так давно были приняты решения о создании объектов по IT-инфраструктуре. Что имеется в виду? Это умные города, это системы под релефиксаций теперь относятся к IT-инфраструктуре и тому подобное. Разработка программного освещения, которое бы использовалось на лоб для регионов, для муниципалитетов. И я думаю, что этот тренд в ближайшее время IT-инфраструктура будет активно развиваться. Активно развивается благоустройство территории. И здесь это опять же тема умного города, где Романда говорит, что важно не только какая квартира у гражданина, как в каком офисе он работает, но и вся территория, весь его путь от работы до офиса тоже должен быть комфортным. И это касается и транспортного движения, это касается общественных просмотов. Новый тренд – это национальный проект. И здесь надо внимательно посмотреть на то, как они будут развиваться. Сегодня на федеральном уровне очень много об этом разговоров и очень много задач. При этом одновременно и всех ругают за неисполнение тех поручений, которые будут исполнение бюджетных задач по национальным проектам. Но социалки национальных проектов очень много. Я подразил здесь буквально несколько цифр, которые на национальных проектах сегодня поговорим. Это интересно, как финансируется такого уровня национального проекта. Вот из этих цифр, которые я увидел вам, я думаю, наверное, на сами цифры смотреть, а на их соотношение. Вот из того, что интересно, на один рубль региональных средств, вовлеченных в программу Национального проекта, четыре рубля федеральных и внебюджетных францеров. Это, наверное, то самое бюджет, ради которого вообще стоит рекомендовать участок у нас в проектах, привлекатель инвестиций, в том числе у них еще не бюджетный. А второй показатель – это внебюджетных соотношение внебюджетных источников ко всем другим федеральным. Здесь один в двух. То есть на один рубль участника прибеждаются два рубля федеральных. Скажу сразу, в мире все надо прямо на варё. Один рубль, собственно говоря, в бюджетах и инвестиций привлекается два, три, четырех с половиной единиц, собственно, для того, чтобы ты не сраницем. Поэтому пока мы имеем в этом смысле государственное партнёрство, и надо признать, что это тоже тренд современности. Например, в прошлом году заключено конституционное соглашение в отношении создания порта лавы. При этом учредителем организации, которая подала частные конституционные инициативы, является ВОЗ-компания. И этот отряд сегодня и в регионах мы замечаем, когда компания, ООО, ООО с государственным участником, со 100% государственным участником является инициатором реализации той или иной частной конституционной инициативы. С одной стороны, нет в этом смысла совершенно. Зачем государственное партнёрство? Можно и так финансировать, и в том числе уложения, уставный капитал или какие-то ещё действия. Но по факту речь идёт именно о том, чтобы с помощью конструкции БЧП в концессии привлекать заёмное финансирование, то есть банковское финансирование для реализации проекта. И в конструкциях, когда это делается на базе механизма концессии, это возможно. Дальше об этом просто ответ на стороне. Ну, ещё вот здесь мелковато, я прочитаю на самом деле. Ещё я хотел привести в эту статистику, которую тоже Национальный центр БЧП собрал в отношении пользователей концессий, пользователей БЧП, в отношении банков. Чего не хватает, собственно говоря, на сегодняшний день, тем, кто реализует концессии, этот банк. Прежде всего, это сложная процедура получения финансирования. То есть все до одного, конечно, очень сложно с банками взаимодействовать. Вторая часть – это неопределённость, ну, написано, прямого соглашения. По факту, на самом деле, это сложность документов. Мы даже специально выясняли вопрос именно о том, что сами документы, которые банки требуют для подготовки к концессиям, они очень сложные. И действительно здесь требуется разъяснение. Ограниченный пул банков. Сегодня очень немногих банков, которые готовы участвовать в БЧП, готовы финансировать БЧП. До недавнего времени на рынке вообще присутствовали по сути три крупнейших госбанка, и больше никто не участвовал. Но сегодня тенденция тихонечко меняется. Больше становятся участников рынка, более внимательные отношения к рынке БЧП, и они готовы идти финансировать. И зарученные требования по обеспечению проекта, то есть высокие проценты, в том числе и высокий процентный став с учетом того обеспечения. Вот учитывая эти вопросы, которые задают нам клиенты, эти вопросы, которые задают участники, мы очень, ну, что банк, это такая структура, в ней бюрократии, наверное, побольше, чем в любой администрации. Банк внутри себя все по очень жестким правилам. И что-либо изменить внутри организации наши, это крайне изменительно, есть огромное на счету силы и желания что-либо поменять. Но, тем не менее, банк еще в семнадцатом году принял для себя одно очень важное решение. Банк самостоятельно вложил средствам подготовку так называемых коробочных решений, то есть того, что можно как бы сегодня предложить рынку в качестве альтернативы и решить вот те самые вопросы, которые здесь сейчас на слайде были озвучены. Наверное, по этой части у меня все. Для того, чтобы вот рынок таковой описать, если какие-то есть, может быть, вопросы, связанные с тем, я готов на них ответить. У нас сегодня будет форма диалога. Пожалуйста, вы можете задавать вопросы. Только сегодня, только сейчас человек для вас здесь. Оказывается. Если это не вопросы, мы будем переходить к следующему. Да. Давайте мы тогда... Давайте договоримся к следующему. Мне очень удобно вести разговор в формате диалога. Например, я тогда понимаю, какую сторону вам бы хотелось в большинстве, в большинстве, в большинстве. Ну, потому что архитерия, без меня, вполне совсем не понятно. Давайте поймем. Ну, можно? Ну, вы снижете полиция. Вау! 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 Гордо отлично! Прекрасно! Вот это, знаете, наверное, такой ключевой момент. Я сразу расскажу эту историю. Мы реализовываем проекты по строительству школ на и, конечно, естественно, по-моему, много. И на начальных этапах очень тяжело шло понимание того, как надо работать. И первым, кто всем все объяснил, была Гомаровна. Гомаровна. Она, в общем, что-то, она сделала отъезд по муниципалитетам. Она, в общем, собирала совещание. Длинный стол. С одной стороны сидят муниципалитеты, с другой, соответственно, администрация. Уже есть план формальный, где мы построили эту школу. И, в первую очередь, докладывается обычно муниципалитетное образование, что сделало участие в подготовке, если умереть этот участок, какие есть проблемы. Соответственно, своим тоже администрациям, субъективным нам опрашивают какие-то задачи сделаны. Но вот, например, у ребёнка говорит, так, муниципалы здесь, администрация здесь, а и место где? А он говорит, да, ну, в инвесках там, вот, звоню. Я говорю, что с ума сошли. Давайте вот мы их сдали, а мы садитесь. И, действительно, ключевой вопрос в инвесках – это и место. Если мы не любим наших инвесках, если мы не понимаем, какие они, и чего они хотят, то всё остальное – безполезно. И мы можем выучить 115-й федеральный закон, он досконально. Он не каждому кругу был. В 2024-й законе он получил. Все методики будут получили. Но если у вас не складывается экономика проекта, если вы не предложили инвестор в экономику, он не придёт, он не будет ничего делать. И более того, если вы его не ставите в уголовный углайн, не говорите, не заботитесь его о благословении, о том, чтобы он заработал на этом проект, он опять не придёт. Он опять темно не придёт. Поэтому я очень призываю женщин. В следующий вопрос, который в уголовном обсуждался, нацпроекты. Во-первых, правильно мы понимаем, что нацпроекты – это значит, что деньги будут заложены в пюджетах, и мы, может быть, в свой взрыв четвёртому федеральному закону. И, Павел, механизм КЧП вписывается в наш проект? Ну, вот, первое, вписывается в самые разнородные законы. В коробке это вписывается. Как вписывается? Действительно, есть расходование средств на нацпроектах. У них здесь нет, нет, включения в бюджетное финансирование. Во-первых, расходование средств, и нет расходования средств на аспекты, не предполагающие 54-15. Мы сейчас с вами посмотрим, что есть возможности разницы финансирования, в том числе 15. И при этом выделении средств на какие-либо направления у нас проект будет, не знаю, демократия, даже на строительство перенотальных центров, ничего другого. Все эти проекты могут быть реализованы сегодня, учитывая, что деньги у нас проекта будут выделяться до 24-го года. То есть вы можете сегодня построить этот перенотальный центр, который запланирован на 20-е, 21-е, 22-е, так далее. А раскладывается за счет программы нацпроектов в те периоды, когда деятельность института поступит. Это один из примеров того, как может быть использованы ВЧП для цель нацпроекта. Такое, что они, в принципе, используются и требуют приручения к нему бюджетному финансированию для реализации нацпроект. Ну, в частности, по дорогам. Методика Минтранса, которая сегодня, как раз, распределяет средства по регионам для финансирования дорог и проектов, обязательно, порядка, требует, чтобы это было реализовано. Идет софинансирование от 50 до 75 процентов капексов, но при этом Минтранс говорит, что эти проекты должны пройти в стадии заключения, соответственно, соглашения создания. Должна быть проектная документация. Должны быть. Должны быть. Насколько. Чем выше степень готовности объекта, в том числе и его реализации, тем больше вероятность, как он не будет, эти баллы вычисляются, тем больше вероятность получения средств федерального бюджета. Поэтому концессии в этом отношении нам становятся особенно актуальны. И вот строительство, например, с 4-го моста в Новосибирске, оно, как раз, идет военной пути. Это несколько проход Кабаровска, 4-й мост в Новосибирске, мост через Гекочусово, 1-й мост в Новосибирске. Все эти проекты идут по пути концессии. Почему? Потому что заключение концессии, подготовка территорий и так далее, все это дает большие шансы на получение финансирования. И вторая позиция федерального проекта, если звучит таким образом, я готова софинансировать создание объекта на 50-75%, но хочу быть уверенным, что эксплуатация в последующих бляжах соответственно отвлечье субъекта для него будет источник. Поэтому отдельно с принципом, когда это учреждение для организма плавных дорог для того, чтобы было источнено содержание объекта. У меня не вопрос, у меня скорее просьба. Вы как специалист, если бы вы поставили себя на место муниципалитета, как бы вы рекомендовали нашим коллегам при возвращении к своему муниципалитету с чего начать, какие должны быть действия для того, чтобы приблизиться хотя бы к пониманию идеи ГЧП по своему правилу. А можно я вас попрошу с этих же вопросов вернуться ко мне в самом конце выступления? Да, потому что мне бы хотелось потом, может быть, даже по нему подскочить обратно, чтобы показать, где эти шаги, которые можно было бы предпринять. Давайте совсем чуть-чуть поговорим про ГЧП вообще, 115 федеральный закон, потому что я уверен, что в этой части ну, по крайней мере, обновить какие-то сведения, данные нужно. Вот когда меня спрашивают об определении ГЧП, что такое ГЧП, я либо даю там очень короткое определение и говорю, так это новая форма госзаказа. Ну вот правда, я считаю, что новый переход к вот таким отношениям, я сейчас говорю не про законы, если 24-15, а переход к отношениям, когда частной стороне передают право выполнять частичную или полностью какую-то государственную функцию или исполнять какую-то государственную задачу под контролем, без сомнения, государства, но с оплатой и на благословочной основе то, что ГЧП, то, что требуется практически не государственную. В чем это выражается? Ну, прежде всего, в том, что всегда проект ГЧП совмещает в себе как минимум две сайты строительства и последующую эксплуатацию объекта. И это очень важная часть, да, потому что если один строит, другой эксплуатирует, вот много раз, особенно в дорогах видел, да, когда строительная организация никак не может из своего баланса передать эксплуатирующих организаций, что платежь просто не принимает, он говорит, да вы построите, не то, что можно эксплуатировать. А он говорит, а я построил то, что было запроектировано. И в этом плане как раз ГЧП может объединять и третью статью проектирования, строительства и последующую эксплуатацию. То есть зона ответственности у одного человека. Я когда-то в ДК «Продороса» создал проект строительства седьмого-восьмого участка платной дороги Москва-Санкт-Петербург. И дело в том, что этот участок непосредственно примыкает к Санкт-Петербургу. И у участкового партнера был все время вопрос. Ему передали документацию разработанной государственной компании. И он в нее смотрит и говорит, слушай, а почему такой странный участок в дороге? Прямо вот он примыкает в Питере, а в другом месте значит, съезд там где-то в Тосной. Там примерно 35 километров от города. А где вот эти развязки? Где вот все поселки подключенные? Он говорит, ну вот, были ли другие варианты? Мы выбрали. А, нет. Воскомпания сказала, это предложил проектировщик. Это оптимальный вариант. Ну что, подтянули проектировщику. Он говорит, ну ты вот смотри, что это за проектирование? Что за ерунда такая? Здесь точка и здесь точка. Где все подключения? Граждане, которые должны пользоваться этой дорогой. Красная дорога? Красная дорога. Тогда там может не быть примыкает. Ну вот, Питер сказал следующее. Он говорит, вы знаете, я разработал 8 вариантов примыканий у меня с внешней дорогой сети были. Но, когда я предложил варианты с примыканием, то господин сказал, мне не это очень дорого будет меня проектировать с учетом примыкания разрезов, да, не просто отдельный участник. Потому что это наиболее дешевый вариант проектирования. А мы как раз это помним. Кто меньше, то ты потенциал. Вот это такой яркий показатель того, что не получается полностью в государственной системе эффективно управляться теми ресурсами и теми задачами, которые есть. Поэтому КЧП это, прежде всего, показатель эффективности. Там, где государство не может эффективно управлять системой, но обязано по-прежнему контролировать социальную напряженность вот в этих сферах, вот, вот применение КЧП. Ну и для части, что это КЧП, да, это долгосрочный контракт, долгосрочное отношение. Сегодня на фоне, например, того, как работают госконтракты, КЧП становится, и концессия становится, ну, таким ярким инструментом. И мы чуть дальше посмотрим, что это такое, яркое, вот, разделение рисков. Да, потому что контракты заключаются на много лет. В отношении сложных объектов. И заранее предусмотреть, что будет, что-то, если что-то, что делать, если что-то пошло не так, в госконтракте нельзя. Концессии можно. Какое место концессии КЧП занимает с точки зрения правовых? Ну, я отразил на схеме 24-й федеральный закон, аналогичный ему, собственно, подходящий на 223-й федеральный закон, и концессионные соглашения, соглашения КЧП, 115-10-24. С точки зрения привлечения финансирования со стороны банков, если мнение банков, да, ни под госконтракт, ни под контракт с ГУКОМОГО мы не можем дать финансирование значительное, потому что все это, объем финансирования может предоставить только в объеме того обеспечения, которое может предоставить нам клиент. В лучшем случае мы можем смотреть на контракт, да, и не можем давать денег банковское плечо, потому что позволило, собственно говоря, реализовывать эти проекты. В случае с ГЧП ситуация отличается, поскольку привлечение финансирования с одним проектным финансированием и все риски лежат внутри проекта. Таким образом, без обеспечения и без дополнительных залогов, при хорошей соштарной сделке, можно привлечь неограниченное количество денег. На вопрос, есть деньги или нет денег, уже можно быть дополнительно назначен. Деньги есть. Вопрос, под какую структуру можно привлечь? В ГЧП конструкция с консессией привлечения средств на основу проекта финансирования возможного практически неограниченного объема может тиражировать эти проекты, независимо от того, какая величина вашего баланса, собственно говоря. Да, сразу скажу про 224 ФЗ. Наверное, будет неправильно, учитывая предыдущее рассуждение, говорить о том, что 224 ФЗ – это не тот закон, который сегодня работает в территории. Но, тем не менее, это так. К сожалению, 224-й закон сегодня еще очень-очень хилый. Это происходило с концессией. Когда в 2005 году приняли функциональность, ни одного проекта не произошло. В 2006 году – ни одного. Первый проект был в 2008 году, здесь был один. Потом потихонечку, когда раз в квартал, в 115 ФЗ относились изменения, точечные, глобальные, самые разнообразные. И сегодня, наконец, за последние 24-5 лет, этот проект, этот закон заработал. Он начал действительно, на него начали случаться сделки. Вот 224-й закон...